Внимание! Внимание! Сегодня 8 сентября наш общий праздник, День города. В этом году мы отмечаем 44-ю годовщину со дня образования города Десногорска. Сегодня мы особо чувствуем наших ветеранов, первостроителей, славим создателей. Какими бы разными мы ни были, как бы мы ни складывали наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому. Мы по праву гордимся историей нашего города, его современными достижениями, верим в его большое будущее. Мы рады приветствовать всех жителей и гостей нашего города. Это праздник создателей, людей, которые первыми приехали на ударную комсомольскую стройку Смоленской атомной электростанции, которые строили, учили, лечили и создавали будущее нашего города. И, конечно, это праздник молодого поколения, перенимающего опыт, сохраняющего память о первостроителях нашего города, в чьих надежных руках наше будущее и наша общая безопасность. Торжественное шествие, посвященное 44-й годовщине со дня образования города Десногорска, открывает глава муниципального образования города Десногорск Смоленской области Андрей Николаевич Шубин. Дорогие земляки и гости нашего города, от всей души поздравляю вас с 44-й годовщиной со дня образования города Десногорска. Городообразующие предприятия, уважаемые ветераны, предприниматели и работники органов власти, работники социальной сферы и сферы обслуживания, пенсионеры и молодежь – все мы одна команда. Сегодня наш общий праздник. Мы по праву гордимся историей нашего города, его достижениями, верим в его будущее. Будущее зависит прежде всего от нас, от нашего, за мое понимание, поддержки и желания сделать город современным, комфортным и благоустроенным. Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодарности ветеранам, высшим, несшим значительный вклад в становление и развитие города, поблагодарить за всестороннюю помощь концерт Роснаберга Атом, Смоленскую Атомную Электростанцию, в лице Петрова Андрея Винальевича, Павла Алексеевича Лубенского, за особое отношение к городу, поблагодарить депутата Государственной Думы Окуневу Ольгу Владимировну, руководителя предприятия Атомтранс, депутата Смоленской областной думы Михаила Васильевича Лосенко, и всех, кто своим повседневным трудом способствует развитию города, активно участвует в общественной жизни, отдает ему частичку своего сердца. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий потенциал послужат дальнейшему процветанию нашего города. От всей души желаю вам, дорогие десногорцы, крепкого здоровья, отличного настроения, успехов и благополучия. Доржественное шествие, посвященное 44-й годовщине со дня образования города Десногорск, прошу считать открытым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несгибаемое мужество, горячий патриотизм стали теми неприступными бассионами, о которых разбивались вражеские войсками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поздравляем вас с днём города! Ура! Война и песня — несовместимые понятия, но песня всегда сопровождала солдата в походе и на привале, а иногда и в бою. Она помогала ему преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, поднимала боевой дух воинов, шла с солдатом в бой, вливала в него новые силы, отвагу, смелость. Песня «Катюша» композитора Матвея Блантера на слова поэта Смоленина Михаила Саковского давно стала визитной карточкой нашей страны во всём мире. В этом году знаменитой композицией исполняется 80 лет. Биографию «Катюши» в песне ветерана продолжает сама жизнь, писав в неё множество памятных страниц. «Катюши»운�арк Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом году мы отмечаем 100-летие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи, героев и патриотов, отдавших свои жизни во имя Отечества, во имя свободы и счастья своих родных, близких, своего народа и родины. В 1972 году в Москве был открыт монумент первой комсомольцы, картину героических молодых людей, жившим в полном становлении Советского Союза. В сложных условиях формировалась уникальная команда специалистов высочайшего класса для строительства Смоленской атомной электростанции. Снём города вас! Ура! Слава Созидателям! В 2016 году по инициативе Общественного Совета Госпорта Рации «Росатом» был запущен проект «Слава Созидателям». Масштаб собранного видеоматериала превысил все ожидаемые показатели. Проект стал поистине народным. Города, поколения, судьбы, всех нас жителей Атомградов объединяет одна судьба – принадлежность к отрасли, которой гордится держава. Снём города вас! Ура! У атомных городов уникальная история, которую создавали самотверженным трудом наши отцы и деды. Сберечь страницы этой истории для потомков, сохранить в памяти героические моменты великих строя страны, достижения первостроителей. И есть цель – всецарийского творческого конкурса «Слава Созидателям». Поздравляем всех вас с днём города! Ура! Указом президента России Владимиром Путином в 2018 год объявлен годом добровольца и волонтёра. Целью популяризации и благотворительности, повышению престижа работы добровольцев во всех сферах жизни, повышению гражданской активности всех россиян. Волонтёрство – это особый взгляд на жизнь. Целая философия направлена на укрепление и сохранение человеческих ценностей. На сегодняшний день на единоинформационной платформе «Добровольцы России» «Добровольцы России» Нью-Йоркский штат, объединяющий 11 организаций. 2018 год – это год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России. Поздравляем вас с днем города! Ура! 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 За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный факт благоустройства Десногорска. Самым отличительным знаком нашего города является флаг Десногорска. Право нести вклад муниципального образования города Десногорска Смоленской области предоставлено Алексею Александровичу Ладуда, водителю первого класса акционерного общества «Атомтранс». За многолетний добросовестный труд награжден благодарственным письмом Десногорского городского совета, почетной грамотой главы муниципального образования города Десногорска Смоленской области, медалью для заслуги в повышении безопасности Смоленской атомной электростанции. История органов власти Десногорска начинается с 1974 года, когда во многом зарегистрированном рабочем поселке при строительстве Смоленской атомной электростанции состоялись первые выборы в поселковый совет депутатов трудящихся. Сегодня администрация муниципального образования города Десногорска Смоленской области – это современный орган управления. Она представляет собой ряд структур, тесно связанных между собой, возглавляет колонну. Заместитель главы муниципального образования города Десногорска Смоленской области Александр Александрович Новиков. Приветствуем специалистов отдела информационных технологий, связи с общественностью, записи актов грошанского состояния, управления делами, архивного, отдела экономики и инвестиций, отдела муниципальных закупов, бухгалтерского учета, юридического отдела. Поздравляем вас с Днем города! Слава Созидателям! Ура! Сфера культуры – это своеобразный индикатор уровня развития города, вешательские муниципальные политики, духовного состояния в горожанах, координирует деятельность Комитет по культуре, спортной и молодежной политике. Приветствуем коллектив Десногорской библиотеки! С Днем города! Ура! Библиотека реализует собственный издательский проект «Память наследства». Приветствуем коллектив Десногорской детской музыкальной школы имени Михаила Ивановича Клинки, возглавляет коллектив Ирина Петровна Крудникова. С Днем города! Ура! Приветствуем коллектив Детской художественной школы, директор Широкова Раиса Ивановна. Коллектив Десногорского историко-крывеческого музея под руководством Натальи Николая Натильяновой. С Днем города! Приветствуем творческий коллектив Центра культуры и молодежной политики. Встречаем коллектив Детско-юношской спортивной школы. С Днем города! Ура! Приветствуем коллектив Муниципального председательного учреждения «Постбезна» директор Ивановна Владимировна Цымлова. С Днем города! Ура! Встречаем коллектив Центра спортивной подготовки «Финал Мороза Эркоатом». Колонну возглавляет генеральный директор Сергей Геннадьевич Камиль, тренер Танил Евгеньевич Камиловский. Проект «Моэнно-баскетбол Оранжевый Атом» стартовала в 2014 году по инициативе генерального директора АО «Концерт Росэнергоатом» Андрея Юрмяевича Петрова. С Днем города! Ура! В колонне идут победитель чемпионата планета баскетбола «Оранжевый Атом». Четыре на четыре и бронзовые призеры школьной баскетбольной лиги «Фест Баскетт». Поздравляем друзей с бассейной коллективом с Днем города! Ура! В колонне образовательной организации вызвавляет премьер-член по образованию в школе «Финал Мороза» хозяина Владимирова и Болгарева. Детский садик «Теремок» уже более 36 лет постепенно встречает самых маленьких жителей нашего города. Более 10 лет руководит коллективом Татьяна Ивановна Родилилова, почетный работник общего образования Российской Федерации, опытный, грамотный специалист. Детский садик «Теремок» — единственный в городе, предоставляет услугу круглосуточного пребывания воспитанников. А в этом году на бесплатной основе открыта группа кратковременного пребывания. Поздравляем коллектив с Днем города! Ура! Приветствуем коллектив детского сада «Чебурашка». В очередении является первым детским садом нашего города. Дорос подручные двери для самых маленьких чесногорцев 5 октября 1976 года. Сейчас в детском саду работает группа общеразвивающей направленности для детей-инвалидов. А в августе 2018 года дополнительно открыта группа кратковременного пребывания. День педагогов детского сада «Чебурашка» имеет первую и высшую цельных утонных категории. Днем города! Ура! Мы встречаем дружный коллектив детского сада «Ласточка». Руководитель Любовь Петровна-Байкова. Главная цель – создание условий для полноценного развития и психологического личного восстановления каждого воспитанника. Творческий коллектив единомышленников является активным участником международных всероссийских региональных конкурсов педагогического мастерства. Поздравляем коллектив с днем города! Ура! Встречаем детский сад «Дюймовочка». Каждый работник детского сада стремится к тому, чтобы «Дюймовочка» создали идти не только вторым родным домом, теплым, чистым и уютным, но и первой ступенькой познания огромного мира, в котором ребенок должен найти свое достойное место, возглавляет дружный коллектив Раиса Павловна-Зыганкова. С днем города! Ура! Детский сад «Аленка» можно считать одним из старейших среди всех дошкольных учреждений города. Он стал преемником детского сада, открытого на ПДУ еще в 1974 году. В этом году «Алене» исполняется 35 лет, но до сих пор в саду работают люди, которые открывали детский сад. Это воспитатели Нина Михайловна Фигарева, Катьяна Семеновна Бахтина, Елена Михайловна Герасина. Первые выпускники давно уже выросли и приводят детский сад своих детей. Поздравляем коллектив с юбилеем и с днем города! Ура! Встречаем детский сад «Лесная сказка» руководителей Султанова Жанна Багетовна. Педагогический коллектив детского сада, с обильным, с большим творческим потенциалом, принимает активное участие в региональных детских конкурсах и мероприятиях. Детский сад становился победителем конкурсов по разработке и реализации социально значимых проектов фонда АДРАЭС. Поздравляем коллектив с праздником! С днем города! Ура! Детский сад «Имушка» заведующая Татьяна Михайловна Дарьина. В этом году детский сад отмечает свой 30-летний юбилей. В нем трудятся опытные, прижимые в своей профессии педагоги. Под руководством педагога дополнительного образования Лиды Вячеславовны Смисовой, Васильев и Кисасая стали победителем в областном конкурсе. Бояк рожденный! Поздравляем коллектив с днем города! Ура! Встречаем детский сад «Имушка» заведующая Татьяна Михайловна Дарьина. В 2018 году детский сад отмечает свой 30-летний юбилей. Встречаем детский сад «Мишутка». Это современность, динамичное развивающееся образовательное учреждение. Коллектив детского сада трудится под руководством Ларисовой Ирины Анатольевны, обладающей высоким профессионализмом, целеустремленностью и любовью к своему делу. Особое внимание коллектив детского сада уделяет укреплению здоровью и снижению заболеваемости детей и находится в постоянном взаимодействии с родителями. Приветствуем коллективы муниципальных бюджетных образовательных учреждений. Средняя школа номер один. Учреждение является победителем конкурса инновационных образовательных прогресс в рамках реоритетного национального проекта образования. С 1987 года в школе работает историко-крыльеведческий музей, зарегистрирован Министерством образования Российской Федерации. Возрождение развития спортивных народных фильмов, воспитание здорового спортивного соперничества, реализация олимпийской идеи, объединение спорта и искусства. Все это средняя школа номер один. Поздравляем телепрессив с Днем Города! Ура! Встречаем! Средняя школа номер два города Кисноборска. В 1982 году состоялся путь первого энергоблока САЭС. Праздничным подарком для того замечательного саблеса. Читикам города и работникам САЭС было открытие средней школы номер два. В этом году школа отметила 35-летие. В сегодняшнем школе обучается 679 учеников. Работают 47 педагогических работников. С Днем Города! Ура! Средняя школа номер три. Директор школы Раиса Ивановна Сотни. Школа является победителем нацпроекта образования. Внесена в национальный реестр ведущие образователи учреждения России. Трудовой коллектив составляет 75 человек. Обучаешься 675. Натраждены отраслевыми наградами 10 педагогических работников. Имеют звание ветеран труда 7 педагогов. Два учителька. Ижаются победителя конкурса лучших учителей Российской Федерации. В поле действует детская общественная организация «Коростояновцы». Создано местное отделение всероссийского детского, юношеского, военного, патриотического общественного движения «Юнармия». Поздравляем коллектив с праздником! С днём города! Ура! Следующая школа номер 4. Самая молодая школа в городе, которая 1 сентября отметила свой 30-летний юбилей. Эта школа стояла высоком множестве начинаний тесногорского образования. Противное изучение нацплательных школах. И мы их платы в 10 лет. В начальной школе. Первый компьютер. Далеко не полный перечень весомого вклада с педагогического коллектива школы. Расвитие системы образования в городе. Высокие показатели улучшения и воспитания школьников. Победы на губернатских конкурсах. Активные сосудания. Инвестиционная деятельность педагогов. Это добрая традиция коллектива 4-й школы. Из её стен вышло немало руководящих работников. В разных отраслях экономики в стальной сфере. Добрых и честных друзей. Победы на губернатских конкурсах. Поздравляем с праздником. С днём города. Учреждение Учреждение рассчитано на 14 лет длительного пребывания и 16 лет дневного. Поздравляем коллектив с Днём Города! Ура! Учреждение Культурно-спортивная, туристическая, краеведческая, учащиеся и педагоги Дома детского отворца являются включительным для российских областных и городских спортсменов. Поздравляем коллектив с Днём города! Ура! Встречаем коллектив Кесногорского энергетического колледжа. Образован в 1905 году руководить коллективом Наталья Сергеевна Черных, почётный работник профессионального образования Российской Федерации. В колледже обучается свыше 500 студентов. Трудовой коллектив насчитывает 50 человек, в состав которого входят преподаватели, мастера производственного обучения, обслуживающий персонал. Кесногорский энергетический колледж готовит рабочие кадры более чем по 20 специалистам и профессиям для предприятий нашего города и области. Студенты колледжа в этом году стали победителями третьего открытого регионального чемпионата молодые профессионалы Смоленской области по компетенции сварочные технологии, победителями призёров региональных олимпиад по предметам и профессионального мастерства. Ежегодно принимают участие в городских, областных спартакиадах и конкурсах, фестивалях, завоевывая призовые места. Поздравляем коллектив студентов с праздником! С Днём Города! Ура! Ура! Поздравляем коллектив «Борелосозяйственного народа» и «Сомоленского» и «Борелосозяйственного народа». Поздравляем коллектив студентов с 1992 года. Спортами труда и специальной защиты населения. Данимаются различными социальными вопросами и выпусками. Далькотность категория «РА». Поздравляем отдел Злата Валерина Брилянтова. С Днём Города! Ура! Смоленский филиал Смоленского областного государственного бюджетного учреждения Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населения С днём города вас! Ура! Праздничное шестеро продолжает Смоленская АЭС Групнейшее энергетическое предприятие области Флагман экономики Смоленщина С начала эксплуатации атомная инстанция ведёт институт энергосистемы Сходящие 650 миллиардов киловатт часов Открываем голову Смоленской АЭС Организация молодых атомщиков Виде молодёжи на движение концерта Росэнергоатом Её представляет активная молодёжь Смоленской АЭС И Смоленской АЭС Молодые атомщики сохраняют и принадлежат традиции старшего поколения Молодёжь работает в ТЭСом сотрудничестве с ветеранской организацией атомной инстанции Совет ветеранов Смоленской АЭС Во главе строительства Николая Межмагамановой Сдём города! Ура! У нас не знаю требований Смоленской АЭС Смоленской АЭС Руководитель Владимир Иванович Фёдоров Коллектив косначеевства под руководством Смоленской АЭС Отделка 17-й разводов Руководитель Елена Сергеевна Каминская Возглавляем коллектив с праздником С Днём города! С Днём Города! С Днём Города! Ура! Электрический цех под руководством Николая Геннадьевича Пузырёва Коллектив электрического цеха Обеспечивает надёжную эксплуатацию И ослушивание электротехнического оборудования Смоленской АЭС Своим повседневным трудом Победители и призёры Конкурса области производственной системы Доказывают, что настоящий лидер ТОП, что используя инструменты Руководителя, находится В постоянном поиске путей Улучшения своей работы С Днём Города! Ура! Встреча Магомедивник и Наргоблогер Совершенствует технологические процессы Повышает эффективность производства Усваивает новые направления деятельности Руководство атомной станции Союз высшего звена Заслуженные энергетики Высокие профессионалы Своего дела Павел Алексеевич Ульгенский Директор Малентка атомной станции 38 лет работает в Морг А Алексей Юрьевич Вещенко Главный инженер Смоленской АЭС Руководство, что предприятие более 37 лет Безопасность и профессиональное развитие персонала Социально-ответственное, социально-ответственное, Руководство, которое признает подключение управления Смоленской АЭС Поздравляем коллектив с Днём Города! Ура! Абсолютный реалитет для Смоленской АЭС Это безопасная и надёжная эксплуатация энергоблога В этом году коллектив решает важные государственные задачи На протяжении 20 лет физическую защиту атомного фигурта Осуществляет коллектив службы безопасности Смоленской АЭС Поздравляет коллектив с праздником Днём Города! Поддержание исправности оборудования атомной станции И надёжной эксплуатации атомных энергоблогов Отдел гипертоскопии металлопедического контроля Во главе с ветераном атомной гиперкетики Днём Городичем Буровой Контроль состояния оборудования атомной В помощи современных физических средств Весь технологический процесс Слово и оборудовательные строительные Отделы технологического управления Одно из самых многочисленных подразделений Смоленской АЭС Реакторный цех Профессионально управляя реакторным оборудованием Коллектив ДРЦ под руководством Сергея Валентиновича Мельков Обеспечивает надёжную и безопасную работу энергоблогов Смел Города! Ура! После химических режимов атомной станции Мощнейший фактор, влияющий на надёжную динамическую И безопасную эксплуатацию энергоблогов Завод подготовки для энергоблогов Отключает химический цех Колонну цеха возбирает Поздравляем с коллективом С праздником! С днём города, товарищи! Глаза, нервы, мозг и руки Из янцевого энергоблока Это цех тепловой автоматики и измерений Исправность состояния систем контроля Задачи коллектива под руководством решает Андрея Степановича Попова Приветствую цех КАИ! Поздравляем с праздником! С днём города! Чтобы контролировать состояние ядерного топлива в рядах Необходим не только тупой не знания Но и постоянный национальный рост Сотрудники отдела ядерной безопасности и наёжности С руководством Анатолия Сталича-Карпинского Постоянно совершенствуют свою работу И активно участвуют в получении уровня культуры и безопасности На Смоленской атомной электростанции Поздравляем с днём города! С праздником вас! Смоленская АЭС заботится о природе и окружающей среде Голосальные и финансовые средства Атомная станция ежегодно вкладывает в природоохранные мероприятия Сохранение благополучной экологической обстановки На территории расположения атомной станции Отром радиационной безопасности на громплощадке вблизи АЭС Эта важная задача решает отдел охраны окружающей среды И отдел радиационной безопасности Под руководством заместителя главного инженера традиционной защиты Игоря Михайловича Краснова В коллективах трудятся настоящие профессионалы своего дела Поздравляем коллектив с праздником! С днём города! Учебно-тренировочные подразделения под руководством Бориса Геннадьевича Сталин Занимаются пролитеранным обучением И получением классификации специалистов атомной энергии Поздравляем коллектив с праздником! С днём города! Учебно-тренировочные подразделения Это реализация масштабной государственной программы По обращению с отработавшим ядерным топливом Поздравляем коллектив с цехом по хранению и обращению с АЯС Под руководством Юлия Валентиновича Масалёва В этом году необходимо начать опытно-промышную эксплуатацию В пристроях АЯС С днём города! Ура! Большое событие в жизни Смоленской АЭС Это масштабная модернизация третьего энергоблока Которая повысит надежность оборудования И все ее безопасности Подводит пробить жизнь энергоблока Поздравляем с цехом централизованного ремонта С днём города! Ура! Системы вентиляции и кондиционирования Это легкие атомные станции Приветствуем один из самых молодых цехов атомной станции Центр вентиляции Во главе с Павлом Александровичем Пименовым Депутатом городского совета Поздравляем коллектив с днём города! Ура! Временные и так считают Встречения атомной станции Неопротивлено по хранению и потерялами Управление с цехом эксплуатации не можно Одна из ключевых задач Управление производственной технологической гуманитации Руководит подразделением Татьяна Александровна Поздравляем коллектив с праздником! Безопасную и неиспойную доставку грузов для предприятия Обеспечивает транспортный центр Коллектив высокоспорифицированных специалистов Возглавляет Ольга Николаевна Раф Поздравляем коллектив с днём города! Ура! Ура! Состояние зданий! Профилактория работает Реабилитационно-оздоровительный и досуговый центр САЭС С днём города! Ура! Надёжный социальный партнёр Смоленская С Это первичная профсоюзная организация Во главе с Юрием Васильевичем Кузнецовым С днём города! Ура! Атомная отрасль принимает активное участие В развитии территории своего присутствия Проект Росатом в Миске Объяснил все специально значимые направления Новогоустройства в городских территориях Повышение качества образования Медицинского обслушивания Развитие культуры и спорта Юстногорский Смоленская атомная электростанция Едины! У нас общее будущее! С днём города! Ура! Смоленский АЭС-сервис Входят в Росатом Воскомпанации Росатом Гео-концерн Росэнергоатом Это значит, что в своей деятельности Предприятия руководствуются Высочайшими стандартами безопасности и качества Принятыми на предприятиях Генеральный директор Эдуард Николаевич Сидиновой Главный инженер Александр Петрович Турманов Общество, созданное в 2009 году На сегодняшний день Насчитывает более 1000 сотрудников И помогает обеспечению Беспребойной работы Смоленской АЭС Организация выполняет функции Управляющей организацией Сферы ЖДХ 4-го микрорайона нашего города Коллектив общества Многократно отмечен Почётными знаками Грамотами и благодарностями Губернатора Смоленской области Администрации муниципального образования Город Десногорск Отраслевыми наградами Поздравляем поличь с праздником С днём города! Ура! Ура! Администрации муниципального образования Администрации муниципального образования Администрации муниципального образования Администрации муниципального образования Пожарной охраны Десногорск Гарнизона Пожарная охрана В окна охране города Десногорск Сферы входит в отряд Генеральный противопожарный службы В Соленской области Помолучаясь полу Начальник Десногорского Пожарно-спусательного гарнизона Начальник первой пожарно-спусательной части В окнах Общая численность Восбес killer Подразделения пожарной охраны Десногорского гарнизона оснащены современной пожарной специальной техникой, позволяющей в кратчайшие строки выполнить поставленные задачи. Личный состав пожарных спасателей детей несет круглосуточное дежурство и с честью выполняет поставленные задачи. Продолжение пожара в море и наше предотвращение территории и нахраняемом объекте Смоленской атомной электростанции. Поздравляем с коллективом города! Ура! Ура! Поздравляем с детьми и гостей нашего города! И от всех души желают, чтобы мы были души и дети, чтобы наши старания... Волянь! Возвращаем в овощную по-каревичному объекту полимер, который будет composition систем образующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятых населений и самих саджиных в нашем городе. Он также является одним из крупнейших налогоплательщиков страны в области. Кулинир является неоднократным победителем местного производования и деорганизации промышленности. В настоящее время организация осуществляет крупные инвестиционные вложения, направленные на развитие производства и расширения вещества и выпускаемой продукции. Коллектив предприятия поздравляет с днём города! Ура! Встречаем коллектив федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения, медико-санитарная часть номер 135, федеральный медико-биологического агентства, руководитель учреждения Алексей Валерьевич Азаренков. 1 октября 2018 года медсанчасть отмечает своё 40-летие за своего образования. Основной вид деятельности – учебно-профилактическая помощь работникам промышленных предприятий, пенсионерам и ветеранам мудрости и населению города Кесногорска. Сегодня медсанчасть идет к новому со временем. Для медицинского работника мы с детскими ведущими знаками отличия в дороге сотрудники медсанчасти. Старшая медсестра оперплока хирургического отделения стационара Ольга Ивановна Висюкова, врач-онколог Наталья Владимировна Губина, врач-утро-звуковой диагностики Ольга Васильевна Железитская. Приветствует Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центра гигиены и эпидемиологии, номер 135 ФМБА России. Является организацией, обеспечивающей деятельность межрегионального управления номер 135 ФМБА России. С Днем Города! Ура! Коллектив одной из первых частных стоматологий в Смоленской области, в клинике дисламент. Оставал ее замечательный доктор, прекрасный человек, врач большой буквы, Левитер Владимир Павлович, и вот 16 лет. После смеси Валерия Павловича рукой с ней не гружена Альбина Ивановна Беревятовна. А старание Беревятовна отмечено грудным знаком, за дослуги в здравоохранении, званием почетный гражданин России и лучшим нового платежащих года. Коллектив поздравляет с Днем Города! Ура! Днем Города поздравляет коллектива сционерного общества «Атомтранс». Началось с весной 1975 года. Завтра в гаражах несколько машин. С 1984 года и по настоящее время начальником атомтранспортного хозяйства является Михаил Васильевич Ласенко. С момента образования на предприятии работает много авторополистов специалистов, ветеранов труда, ветеранов атомной энергетики, ударников труда, почетных автотранспортников, участников реабилитации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Некоторые из них. Фомин Николай Дмитриевич, главный джинер, Ласенко Григорий Федорович, Егорушев Сергей Владимирович, Болотарева Наталья Александровна, Никитинков Владимир Александрович, Балабин Михаил Михайлович, Бридов Алексей Михайлович, Зарецкий Виктор Федорович, Костенков Геннадий Николаевич. Коллектив с Днем Города! Ура! О протяжении многих лет предприятие ведет активную благотворительную гензию, шефскую работу, бросит свой план в рост российской экономики, а до стран по праву гордиться своим замечательным стадионам, благоустройство которого продолжается великий город. С Днем Города, товарищи! На время своего существования предприятие достигло больших успехов, так как два года поднял предприятию «Бобручок» диплом за победу в номинации лучший публичный годовой отчет предприятия Госкорпорации «Росатом». В прошлом году предприятие заняло первое место в городском смотре-конкурсе «Лучшее состояние условий и охранно-трудовое предприятие». Поздравляем вас, дружный коллектив! Ждем Города! Путя Виктор Федорович, Святичков Сергей Михайлович, Семчиков Вячеслав Александрович, Зачок Валерий Калинович, Владимир Николаевич и другие. Коллектив «Атомтранс» с днем Города! Ура! Коллектив акционерного общества «Атомтранс» с днем Города! С праздником! Ура! Приветствуем коллектив Смоленского филиала «Смоленск Атомтехремонт» акционерного общества «Атомтехэнерго» специализированного инженерного предприятия Госкорпорации «Росатом». Руководитель Владимир Николаевич Плохин. Предприятие, выполняющее высоконаладченные работы и испытания при вводе и эксплуатации новых энергоблоков, атомных станций, обеспечивающие поддержку эксплуатации действующих энергоблоков. На предприятии заинтересованы в развитии молодых специалистов, профессиональных навыков, навыков работают в команде. Коллектив «Смоленск Атомтех» активно участвует в общественно-спортивной жизни города. В этом году предприятие отмечает 35-летний юбилей. Поздравляем коллектив с юбилеем и днем Города! Ура! Паркционерного общества «Элс» основан в 1991 году. Генеральный директор Сергей Александрович Ольговиков. Предприятие насчитывает 145 человек. Общество является национальным предприятием в городе Санкт-Петербурге. Оно выполняет не только свою главную задачу в переводе и надежной обеспечении и эксплуатации энергии, но и ряд других работ, не только необходимых для предприятий и инфраструктуры города. В организации работает почемный коллектив, опыты и высоко квалифицированных специалистов. Поздравляем дружный коллектив с днем Города! На праздничном шествии приветствуем Смоленское управление филиала акционерного общества «Электроцентромонтаж». С 1996 года предприятие возглавляет Сергей Иванович Печерица, численность трудового коллектива управления 830 человек. Основной вид деятельности предприятия – проектирование, строительство, монтаж и наладка энергетических и промышленных объектов, включая объекты использования атомной энергии. В настоящее время на права генерального подрядчика персонал управляет выполнение работы по протяжению срока эксплуатации энергоблока Смоленского управления, филиал «Электроцентромонтаж». Поздравляем с днем Города! Ура! Ура! В «Электроцентромонтаж» приближается коллектив общества с ограниченной ответственностью «Электроцентромонтаж». Предприятие образовалось в 1991 году как дочернее предприятие управления строительства «Смоленская АЭС». В веку с ней его образования в настоящее время предприятием неизменно руководит генеральный директор Владимир Петрович Уразельман. Основным видом деятельности предприятия является ведение строительно-монтажных и множественных работ на объектах «Убилипинская АЭС» и «Смоленская АЭС». Сегодня гидрострой в своем составе насчитывает около 250 тысяч человек и непрерывно продолжает умиличивать свою численность. 28 апреля 2018 года предприятие принимает участие в сооружении в Зарамаганской ГЭС в республике Северная Осетия. Поздравляем коллектив гидростроев с днем Города! Ура! В трибуне приближается коллектив Десногорского проектно-изыскательского филиала «Атомэнергопроект». «Атомэнергопроект» является генеральным проектировщиком Смоленской атомной электростанции. Год образования апрель 67-го года. Управляющий филиалом Светлана Евгеньевна-Устюгова. Основная деятельность предприятия – проектно-изыскательские работы и авторское сопровождение объектов атомной энергетики. В количественном составе 61 человек, из них 21 сотрудник, ветеран атомной энергетики и промышленности. Специалисты филиала принимают участие в проектно-изыскательских работах на перспективных площадках строительства АЭС за рубежом. Рупур, Акуя, Бушер-2 и на строительстве АЭС в Российской Федерации, Курской АЭС, Нововоронежской АЭС, Смоленской. Поздравляем коллектив с днем Города! Ура! С днем Города, товарищи! Ура! Приветствуем коллектив общества с ограниченной ответственностью Роспущая дорожно-строительная передвижная металлинированная колонна, руководительские силы Жижиков Павел Викторович, основных действий, строительство ремонтной конструкции автомобильных дорог. Основанной организацией в 1973 году в районе работающих на мероприятии 77 человек. Организация занимается строительством, ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог. С первого по четвертую категорию искусственных сооружений, площадок, стоянок, а также улиц и дорог, жилой застройки, в Роспу, в Мяческом районе и в городе Десногорске. С праздником, товарищи! ...узведению земляного полотна в круглогодичном грунтах любой группы, устройством основания и покрытие низкасфорно-бетонной смеси. В городе Десногорск Роспусская ДСПМК работает со второго года. За это время построено, реконструировано, отремонтировано более 300 километров дорог. Поздравляем коллектив с ним в городе! Ура! Встречаем коллектив открытого акционерного общества дорожно-эксплуатационное предприятие номер 44. Руководитель Светлана Анатольевна Лукьянова. Основной вид деятельности – эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей ООД номер 44, основная аж в 1943 году. Количество работающих на предприятии – 174 человека. Организация занимается содержанием автомобильных дорог и искусственных сооружений федерального оснащения, строительством, ремонтом, реконструкцией дорог, искусственных покрытий, сооружений площадок соярных, а также улиц и дорог в жилой застройке, в Ростовском, Шумяческом, Ершинском районе, а также в городе Десногорске. С праздником, товарищи! Руководитель Светлана Анатольевна Лукьянова. Руководитель Светлана Анатольевна Лукьянова. В трибуне приближается коллектив муниципального муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий». Вот главная – Вячеслав Владимирович Ситунков. Сегодня это современное предприятие, коллектив которого выполняет весь сектор услуг и лечителей 95-х квартирных жилых домов нашего города. В более 50-х полиции специалистов предприятия ежедневно обеспечивают максимально комфортное проживание для десногорцев. Главной задачей организации является профессиональное предоставление качественно коммунальных услуг жителям и содержание жилых домов. Кулифицированный персонал и ответственный подход к содержанию инженерных сетей города обеспечивают бесперебойное снабжение десногорцев теплом и водой. Мы поздравляем Комбинат коммунальных предприятий в всем городе! Ура! Продолжает наше праздничное шествие, трудовой коллектив муниципального, бюджетного учреждения ГУЗБО, ГЛАБУ и СОЛЬСКОВ. Под укноводством Андрея Николаевича Олейникова трудовой коллектив насчитывает 180 работников. Организация активно принимает участие в обеспечении деятельности города, участвует в городских социальных проектах, приливает культуру и любовь к своему городу. Чистый город наших белорук. Мы поздравляем предприятия с днем города с праздником товарищей! Поздравляем с днем города муниципальное бюджетное учреждение Десногорское городское лесничество. Руководитель Бресняков Олег Михайлович. Чистый трудовой коллектива 18 человек. С днем города! Ура! Новый год, товарищи! Приветствую коллектив компании «Доктор мебель», которая основана в 2010 году. «Доктор мебель» — это динамично развивающийся российский производитель, дегенерированной медицинской и лабораторной мебели. Руководитель... Соколенко Денис Владимирович, штат более 100 человек. В 2017 году компания начала строительство собственного производства энергетического комплекса. Запуск первого цеха ожидается в конце этого года. Компания постоянно развивается. Создает и предоставляет уникальные предложения по ассортименту и техническим преимуществам. Поздравляем коллектив компании «Доктор мебель» с днем города! Ура! В этом году впервые в праздничном шествии принимает участие филиал организации ООО «Фабрика Шарф». Производство молодежной одежды, общественного бренда «Твоё». Численность работников составляет 110 человек. На производстве трудятся высококлассные специалисты и члены дел мастера. Под руководством начальника производственного участка Юлия Александровна Кацанова. Месяц производственного участка выпускает более 100 тысяч штук качественных, интересных, способных одежды, энергичных, жизнерадостных людей. Мы поздравляем вас с днем города! Ура! Время коллектив правления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области, Федеральное казенное учреждение, колония-поселение номер 5. В 1982 году для оказания помощи в строительстве Смоленской автокроэнтерстанции в городе Несногорск была создана исправительно-трудовая колония-поселение управления историко-трудовых учреждений УВД Смоленского бесполкома. В настоящее время это Федеральное казенное учреждение, колония-поселение номер 5, Управление федеральной службы исполнения. Линит наполнения специнтергента 150 человек. Руководит учреждением с 9-го года начальник колонии и полковник внутренней службы Александр Николаевич Филимоненко. Мы поздравляем коллектив с днем города! Ура! Мы поздравляем с днем города! Один из самых любимых и радостных праздников. И завершает наше праздничное шествие трудовой коллектив муниципального казенного учреждения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации. Начальник управления Андрей Константинович Воронцов. С днем города! Ура! Ура! Уродья среди нас, в новом строительстве, представители города, граждане страны Роспада, их дети и внуки, которые продолжают дело своих отцов. Мы с нетерпением ждем всех научастников праздничного шествия на городской эстраде! Еще раз поздравляем с праздником, дорогие безноборцы! С днем города!